В эфире новости губернии. И вот о чем расскажем. В области продолжают обсуждать повышение тарифа за капремонт, но от суммы в 11-20 решили отказаться. Таких денег просто нет у населения. Они просто не будут платить. Насколько в итоге хотят повысить плату, узнаете через несколько минут. Ивановцы осаждают травмпункты. Из-за гололеда в городе резко выросло число пешеходов, получивших травмы. Пешеходные дорожки еще не успели посыпать. Пожилым людям и маленьким детям рекомендуют оставаться дома. С острова на материк в Иваново прибыла делегация Шри-Ланки. Какие товары и рынки сбыта заинтересовали наших бизнесменов? Витамины и просто объедение. Все это про икру и рыбу Камчатки. Морские деликатесы снова в Иванове. Весь ассортимент покажем через несколько минут. Не ожидал. Я очень рад. Спасил всю ее любовь. Если бы не она, я все проиграл. В день матери в текстильпрофе Иваново подвели итоги конкурса рисунков. Юных победителей наградили ценными призами. Ну а также не пропустите. Руководителя МУПа заподозрили в мошенничестве, что не так с поставками угля в текове и какую схему реализовали по версии правоохранителей. Погоревший холодильник, улетевший в кювет автомобиля. Хроника не только дорожных происшествий. Подробности совсем скоро в нашем эфире. Ну а теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Начнем с капитального ремонта. В областной думе вновь обсуждали возможный тариф и закап ремонт домов на будущий год. Ранее предлагалось поднять его до 11 с лишним рублей, но от этого варианта решили отказаться. Чего опасаются депутаты и насколько может вырасти плата за капитальный ремонт? Все подробности у Татьяны Прокопенко. Неделю назад депутаты, чиновники, представители коммунальных организаций открыли публичное обсуждение нового тарифа. Не повышать его нельзя, говорил и говорит руководитель департамента ЖКХ. Он и так в два с половиной раза ниже экономически обоснованного. Было предложено увеличить плату за капремонт до 11 рублей 20 копеек за квадратный метр. Увеличение взноса нам даст хотя бы частично догнать выполнение программы хотя бы до 72-73%, то есть оставить на том же уровне, который у нас и есть. Потому что рост цен в настрой материалах по некоторым пунктам вырос за последнее время от 30 до 50%. Однако депутаты посчитали рискованным поднимать тариф сразу до 11 рублей. Это выше, чем у более благополучных соседей. Так в одном из самых бедных регионов страны можно спровоцировать рост неплатежей. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что таких денег просто нет у населения. Они просто не будут платить. То есть мы сейчас снизим сбор моментально, а на 70% мы просто не выйдем. Обсудили еще один вариант. С 2017 по 2020 годы тариф в связи с ростом цен не пересматривался ни разу, а мог быть проиндексирован на 16%. Если пересчитать сегодняшний тариф на этот коэффициент, получается рост не так, как предлагали, там 11 до 12 рублей. Это будет рост до 9 рублей 90 копеек. В принципе, это средневзвешенный тариф. Он все равно будет оставаться самым низким в Центральном федеральном округе, но на уровне Костромы. При этом в других регионах, в том числе Костромской и Владимирской областях, держаться на плаву фондом капремонта помогает правительство, частично субсидируя их работу из бюджета. В связи с этим на совещании было принято еще одно решение. Второе решение – выйти к губернатору с предложением включить в бюджет области суммы, необходимые для субсидирования работы фонда капитального ремонта, которые бы позволили стабилизировать работу фонда, ускорить ремонт домов и выполнять судебные решения, которых тоже накопилось немало. Сейчас просужено ремонтов на 750 миллионов рублей. По сути, фонд все, что собирает, направляет в первую очередь на исполнение судебных решений. Предполагается, что на эти цели как раз и может быть направлена бюджетная субсидия. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Гаврилово-Пасадском районе летом обвалилась часть двухэтажного дома. Спустя полгода в полуразрушенном здании до последнего продолжали жить люди. В селе Огренево помещения в двухэтажке начали разрушаться еще в июне этого года. В здании частично обвалился первый этаж. Позже по всему дому пошли трещины. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, коммунальщики нашли выход. Подперли перекрытие досками. Опасаясь за свою жизнь последние жильцы выехали в конце прошлой недели. Однако вопрос о признании дома аварийным местная администрация пока не рассматривает. После публикации на сайте Иванова Ньюс полуразрушенным домом заинтересовалась областная прокуратура. Руководителя муниципального предприятия в Тейковском районе заподозрили в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается полицейское управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Предприятие заключило договор по поставке угля со сторонней организацией. Товар доставили, но МУПа платил его лишь частично. Тогда поставщик обратился в суд, чтобы взыскать остаток. По версии правоохранителей, директор и его сообщники ввели в заблуждение продавца угля, убедив, что у МУПа нет денег на погашение долга. Даже по решению суда. Они предложили коммерсанту продать долг физическому лицу по договору цессии в шесть раз дешевле. В итоге вместо трех миллионов рублей поставщик товара получил 550 тысяч. А Тейковскому МУПу впоследствии из бюджета перечислили субсидию в два миллиона, которые они погасили долг перед физическим лицом, который его выкупил. Этого предпринимателя силовики считают соучастником. В результате мошеннического сговора организации, поставившей в район уголь, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Ивановцы осаждают травмпункты из-за гололеда. В городе резко выросло число пешеходов, получивших травмы. Как и каждую зиму, температура повысилась неожиданно. Дорожки еще не успели посыпать. По скользким тропинкам прошлась и Марина Зенина. Ледяной дождь превратил город в каток. На тротуарах можно без труда разглядеть отражение. В травмпункте седьмой больницы с утра аншлаг. Пациенты терпеливо ждут очереди на рентген и перевязку. На некоторых тротуарах можно заметить следы трактора. Снег с дорожек убрали, но дождь превратил их в сплошной лед. Как правило, поскальзываясь, пешеходы опираются на руки. Одна из самых типичных травм у пожилых людей – перелом лучевой кости. Не щадит гололед и молодых. Торопился на работу. И прямо у входа в офис поскользнулся и вот сломал. На ступеньках был лед. Почистили после того, как я упал. Я знаю, что для меня там еще человек здесь упал точно. Теперь Артему предстоит восстанавливать лодыжку. Как минимум месяц проходит в гипсе. Встречаются и более серьезные травмы – вывихи и переломы со смещениями. За первые четыре часа работы к нам обратилось порядка 25-30 пациентов. И процентов 80 из них – это травмы, полученные сегодня на улице при падении. Травмы самые различные. Есть переломы, есть повреждения связочного аппарата, ушиба. Это и рук, и ног. Каждый год все стандартно. Напомним, травмпункты в Иванове работают круглосуточно. За полдня в понедельник они приняли суточное число пациентов. И большинство именно с тяжелыми уличными травмами. На улице тем временем продолжает идти дождь. Пешеходы перемещаются только по краю дорожки. По центру пройти невозможно. К вечеру обещают, что температура повысится до плюс двух градусов. А утром снова уйдет в минус. Пожилым людям и маленьким детям рекомендуют оставаться дома. В управлении городского хозяйства сообщили, что усилят противогололедную обработку тротуаров. Сотрудники будут трудиться в ночные и дневные смены. В понедельник с утра привлекали пять тракторов и более 50 рабочих. На обработку проезжей части ушло 764 тонны песко-соляной смеси. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Теперь о происшествиях. В Шуе в воскресенье случился пожар. Хозяйка квартиры в переулке милиционной смотрела телевизор, когда на кухне внезапно вспыхнул холодильник. Огонь распространялся очень быстро. Потушить его самостоятельно женщина не смогла. Кухня выгорела на площади 6 квадратных метров. Хозяйка не пострадала. Около 11 утра также в воскресенье в Дерябихе загорелся частный дом. Семья занималась обычными делами и в какой-то момент вспыхнула распределительная коробка. Огонь сразу охватил кровлю дома. Хозяева выбежали. Когда пожарные прибыли на место, строение уже почти полностью было охвачено пламенем. Обошлось без пострадавших. Выгорело 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Позже в социальных сетях появилась информация о семье Соломоновых. У Сергея и Александра двое детей, мальчики 6 и 11 лет. Сгорело все. Соседи организовали сбор помощи. Непогода дезориентировала водителей. За выходные дорожная полиция зарегистрировала три случая съезда в Кювет. В пятницу в Кинишме 23-летняя девушка на иномарке наехала на 76-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Водитель трезвая. Административный материал составили на пешехода. В субботу в Комсомольском районе 20-летний молодой человек на Ладе съехал в Кювет. Пассажирка получила травму, но после осмотра осталась на месте ДТП. Водитель ехал на машине с неисправностями и не был пристегнут. В Иванове на перекрестке улиц Свобода и Академической 61-летний мужчина за рулем РНО столкнулся с автомобилем Хавал. Водитель РНО во время поворота не уступил дорогу Хавалу, ехавшему по встречной полосе. Пассажир и автомобилист получили травмы, но от госпитализации отказались. На регулируемом перекрестке Шереметьевского проспекта и улице Пушкина 47-летний мужчина на Форд Фокусе также, поворачивая налево, столкнулся с ехавшей по встречке Хион де Солярис. Девушку-пассажира последней на марке с травмами госпитализировали. В воскресенье в Лежневском районе 35-летняя женщина на Део Матизе не справилась с управлением и съехала с дороги в левый кювет, а прокинулась. Водителя с травмами доставили в областную клиническую больницу. В Фурмановском районе 33-летний мужчина, управляя автомобилем Митсубиси, не справился с управлением и также съехал в кювет. Водителя госпитализировали пассажира, девушку также доставили в больницу. В воскресенье в Иванове на улице 8 марта на выезде с парковки торгового центра чуть не сбили пешеходов. В момент попал на видеорегистратор мимо проезжавшего автомобиля. По словам владельца видеорегистратора Георгия Романчука, водитель просто уехал с места. Ну а девушки пошли дальше. Завершено судебное следствие по одному из самых масштабных уголовных дел области. На скамье подсудимых 29 человек. Все они обвиняются в незаконной вырубке избытия леса. Рассмотрение этого дела началось еще в феврале 2020 года Ивановским районным судом. Однако заседания проводились в зале областного. Только там могло поместиться около 60 человек. Ведь у каждого подсудимого свой адвокат. Незаконные вырубки, согласно обвинению, проводились в Ивановском районе в 2016-2017 годах. Среди подсудимых и работник участкового лесничества. Но сначала это было 44 разных уголовных дел, возбужденных полицейскими. В ходе следствия их объединили в одно. У всех участников разное количество эпизодов. Несколько им может грозить особо суровые наказания. До 20 лет от лишения свободы. Их обвиняют в организации преступного сообщества. Сколько именно попросит прокуратура, станет известно в ходе прений. Они назначены на 18 декабря. Короткая реклама впереди в нашем эфире. И после нее продолжим. Я ожидала, я очень рада. Спасибо, что ее любят. Если бы не она, я все проиграла. В День матери в текстиль-профе Иванова подвели итоги конкурса рисунков. Юных победителей наградили ценными призами. Витамины и просто объедение. Все это про икру и рыбу Камчатки. Морские деликатесы снова в Иванове. Весь ассортимент покажем через несколько минут. Не пропустите. Интеркомтелл в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Это новости о губернии и мы продолжаем. В воскресенье в 5 утра в Иваново прибыли беженцы из Палестины. На железнодорожном вокзале семью встретили сотрудники МЧС. Ивановские спасатели помогли беженцам донести вещи. Двое взрослых и шестеро детей временно разместятся у знакомой. Напомню, ситуация на Ближнем Востоке сейчас обострилась. Россия эвакуирует граждан на свою территорию. Привезти в Ивановскую область швей, цейлонский чай, сапфиры и резину. В региональной торгово-промышленной палате встречали посла Шри-Ланки. Наши бизнесмены рассказали иностранной делегации о своих товарах и производствах. Но ланкийцы презентовали свой потенциал. Знакомство между регионом и республикой началось с приветствия президента. Леонид Иванов, президент торгово-промышленной палаты, открыл встречу, представив гостям команду, бизнес-сообщество и основные виды региональной продукции. Посол Шри-Ланки в России профессор Джанита Абеевикрема Леонаги отметила, что между Ивановской областью и Шри-Ланкой много общего. У них также очень развита текстильная индустрия и швейная отрасль. Джанита подчеркнула, что республика могла бы подключиться к решению кадрового вопроса в этом направлении. Более наглядно о возможностях бывшего Цейлона рассказали с помощью видеопрезентации. Здесь производят не только чай. Отшивают брендовый текстиль, изготавливают резину, каучук, электронику, изделия из керамики и ценных пород дерева. Шри-Ланка готова поделиться фруктами и овощами, рыбой, драгоценными камнями и, конечно, специями. В свою очередь потенциал Ивановской области представил директор департамента привлечения инвестиций Андрей Паевский. Он рассказал о принципе работы резидентов моногородов и особой экономической зоны, а также о том, что регион заинтересован в привлечении специалистов в текстильную сферу машиностроения и химическую отрасль. Также в новых условиях есть определенные сложности с поставкой в Россию резины. После чего о своей продукции островитянам рассказали ивановские бизнесмены. В частности, Меркурий презентовал свои мембранные ткани. А вот компания «Нейрософт», оказывается, уже вышла на Шри-Ланку и поставила туда медицинское оборудование. Но готова расширить свое присутствие. Предприниматели и дипломаты обменялись контактами. Стороны надеются на взаимовыгодное сотрудничество. Валентина Перекрестова, Денис Железов, телекомпания «Барс». Накануне Дня матери в торговом центре «Текстиль профи» Иванова прошел творческий конкурс рисунка. При помощи кисти или карандаша любой ребенок мог рассказать о самом близком ему человеке. Минувшее воскресенье организаторы подвели итоги и наградили подарочными картами «Текстиль профи» и призами победителей. Очень много рисунков со всех уголков региона представили на конкурс юные художники. Это была прекрасная возможность на белом листе детям выразить слова любви и благодарности самому близкому человеку. Мы очень признательно благодарны, что такая активность, что у нас столько коллективов, столько у нас ребят, столько у нас активных мам, семей, которые хотят принять участие и приняли в нашем конкурсе детского рисунка. Мы всех очень благодарим. Все работы достойны уважения, все работы шикарные. Несмотря на то, что все работы были выполнены на творческом подъеме и с большой любовью к маме, как у любого конкурса должны быть победители. Лучшим из лучших вручили ценные призы и подарочные карты. Что ты изобразила на своем рисунке? Мам. Ты подарила маме? Цветы, да, подарила маме. А еще что? Вазы с цветами. Да, вазы с цветами. Обязательно участвуйте в таких розыгрышах и побеждайте. Я нарисовала сердце и написала рядом «Я люблю маму». Нам помогла бабушка. Пришла с ребеночком моим на текстиль профи купить подарки и увидела стенд с конкурсом. Вот мы решили поучаствовать. Первое место в конкурсе детского рисунка «Подарок для мамы» занял Дима Зимин. В подарок мальчику вручили музыкальную колонку «Алиса» и подарочную карту номиналом на 10 тысяч рублей. Добиться успеха в конкурсе Диме помогла его преподаватель. Вообще ожидал получить первое место. Мой рисунок самый лучший. Я ожидал, я очень рада. Спасибо всю свою любовь. Если бы не она, я все проиграла. Впрочем, проигравших в День матери не было. Подарками отметили всех юных участников конкурса. Всех еще раз благодарю и говорю спасибо. А мы, в свою очередь, радуем всех подарками, призами, нашими акциями, новогодним оформлением, украшением комплекса. Всех ждем в гости на наше мероприятие. 17 декабря за пару недель до Нового года в торговом комплексе состоится очередной праздник. На нем текстиль профи Иванова обещает настоящий подаркопад, причем из бытовой техники. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Совместить приятное с полезным витамины и рыбное объедение. Где и когда можно приобрести морские деликатесы, расскажет Юлия Семина. Приготовьтесь, икра и рыба Камчатки снова в Иванове. Давайте вместе посмотрим на ассортимент. Вашему вниманию морские деликатесы на любой вкус. На выставке представлено более 35 видов рыб разных пород. Основные – палтус, чавыча и белорыбица. Глаза разбегаются. Самое главное – рыба натуральная, выросла в естественной среде. Кстати, перевозят ее на самолетах прямиком с Камчатки. Поэтому она не замораживается и хранит самые полезные свойства. Еще рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Именно поэтому морские деликатесы так полюбились покупателям. А вы какую сейчас взяли? Чавыча малосольную. Я всегда ее беру. Я постоянно покупаю. Именно здесь? А? Именно сюда приезжаю. Мне удобно сюда. Я напротив Ашана живу. Мне очень удобно сюда приезжать. А рыбка, чавыча и айкорка вообще замечательные. Вот такой рыб с маслицем. Прекрасно. Морепродукты – не просто объедение. Это кладезь витаминов. Вот вам еще одна причина включить морепродукты в свой рацион. В рыбе содержится более 40 полезных элементов. Это и витамины групп В, Д, Е. Йод, цинк и, конечно же, фосфор. Еще омега-3 и 6 – полиненасыщенные кислоты. Они содержатся в дарах моря. Чавыча самая полезная. Она менее соленая. И, в общем-то, особенно для спортсменов много мини-кислот, витаминов. Много всего полезного. Поэтому беру и стараюсь регулярно. Как они приезжают, я сразу смотрю рекламу и сюда. Через месяц – Новый год, поэтому закупиться и заморозить рыбу можно заранее. Но и по традиции – куда же без красной икры? А на праздник морские деликатесы будут украшать ваш стол. Кстати, при разморозке рыба не теряет вкус. Приобрести икру и рыбу Камчатки можно с 27 ноября по 2 декабря включительно. По адресу площадь Революции 8А. Торговый центр «Каскад». Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Ну а теперь к новостям синоптиков. Расскажем, какую погоду они обещают на вторник. Внимание, внимание! Еще одна замечательная акция для посетителей текстильного центра «Рио». При совершении покупок от 1000 рублей вы можете обменять свои старые полотенца на новые, махровые. Все очень просто. Просто приходите, просто обменяем. На инфоцентре «Рио». Во вторник в нашем регионе нас ждет пасмурная погода, снег. Температура воздуха днем минус 3-5 градусов. Ветер южный 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 80%. По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели ожидаются перепады температуры. Осадки не прекратятся. И к этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи.